всем привет дорогие друзья с вами я тут и мы продолжаем играть ведьмака 3 сейчас идем навстречу ключику непосредственно в кабаре посмотрим что он нам там скажет так я так понимаю мы с черного хода будем заходить вау да мы так тут у них семейные разборки давайте пообщаемся говорить никакой я не артиста бабник и брюнчал ты представляешь назвала меня брюнчал и все больше нравится эта девушка это я и собираюсь сделать я всегда мечтал открыть кабаре и это место прекрасно для этого подойдет нужен только небольшой ремонт кабары это будет прикольно если у тебя вдруг случится небольшой перерыв утопцы маяки ну давайте поможем что я могу сделать чем я могу тебе помочь я когда-то встречался с одной девушкой отлично и что дальше схоластика кажется я пропоминаю это не та которую ты бросил не сказав ни слова выскочил за вином и не вернулся так вот зачем я купил эту бутылку это было уже довольно давно именно да и я немного изменился так а я то здесь причем ладно говори в чем дело а то я чувствую тебя уже готов целый план после нашего внезапного расставания схоластика на меня наверное туится но думаю если ты ему поможешь она меня простит а потом даст займы и чем я тебе помогу давай по порядку прежде всего нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам и рэн ну знаешь такой каким пользуются во время представлений когда ты его добудешь мы встретимся у дома схоластики так а в чем твоя роль предположим я соглашусь и схожу к мадам и рэн а ты что будешь делать мне надо еще кое-что закончить но обещаю управиться до тех пор как ты вернешься с пичком тогда я тебе все расскажу окей ну ладно допустим но геральт в этом плане нет никаких но все будет хорошо вот увидишь но чтобы он надеется и как стемнеет увидимся у дома схоластики так ну что давайте попробуем то тут у нас происходит кто пытался влезть в мои дела у нашли только через месяц ты меня хорошо понял хивай зачем так нервничать он бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровья конкуренции зачем ты с ним вообще споришь герцог я всегда говорил два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов о геральт хорошо что ты здесь так в чем дело в чем дело да ни в чем я просто хотел чтобы ты познакомился с моими друзьями пока они не убрались отсюда а то они как раз хотели попрощаться правда мы с тобой еще посчитаемся хивай и очень скоро что такое герцог бывшего мутанта испугался хочешь я его тебе прямо здесь уделаю посмотрим что у него внутри а потом велим краснолюду это сожрать хочешь в другой раз идем граф вот так вот и чтоб больше мне тут не показывались тьфу эх вот это я сука попал как пять крон в говно ну давай рассказывай что там за друзья в чем дело что это за типы этот надутый как рыбий пузырь герцог говорят собрался стать новым ублюдком младшим только именно этого много чего не хватает денег влияние людей класса да всего а тот второй граф сволочи каких мало у меня волосы на жопе шевелятся как я его бит в махакамской шахте мы таких впереди бригады со связкой барбарита посылали из подтекающей лампы ну и в чем дело рассказывай что случилось то у тебя с ними какие то дела как раз наоборот видишь ли мне геральт мой старый друг ты хочешь попросить у меня помощи дело в том что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю франциску бедламу королю нищих и чтобы отдать долг я решил серьезно заняться гвиндом все лучше и лучше нет я не играю я картами занимаюсь самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам к сожалению другие об этом тоже знают я собрал отличную коллекцию не хватает только трех карт а как соберу все тут же все продам но у меня на хвосте сидят люди герцога так ну что я тебе помогу как как попробуем эти карты раздобыть чего не хватает фрингильи вега и зенгрима и яна натальца их чертовски трудно достать герцог вот пытается тоже место то есть ты даже понятия не имеешь где их искать ну не все так плохо я готов поручиться что они есть у зэда он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами только он со мной не разговаривает я уникальную карту из колоды белок перекупил лучше ты к нему сам зайди зэд это я о нем уже слышал важная персона в мире игроков владеет лавочкой у южной стены и спасибо тебе теперь я может и правда расплачусь долгами не за что бывает золото так ну что ж ладно мы будем с вами сейчас заниматься кабаре давайте посмотрим куда нам шлепать а шлепать нам в общем то здесь не так уж и далеко я думаю пробежимся или партнёмся партнёмся или пробежимся давайте народ пробежимся в принципе здесь кажется что город большой а на самом деле все рядышком так отличненько обрезки давайте еще чуть-чуть пробежимся и что же случилось с этим целителем так это когда нам нужен бутафорский меч тык-тык-тык мадам ирен так давайте кому вот сюда 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 и вот сюда ну что мадам ирен здравствуйте вы хорошо знаете дуду вы хорошо знаете дуду да впрочем он почти ничего о себе не рассказывал он же когда-то был купцом да у дуду всегда был нюх на выгодные сделки но похоже он оказался слишком честным чтобы работать в новиграве именно так я всегда ему говорила как бы он не менял облик он всегда остается добрым и порядочным наверное именно поэтому ему так плохо давались роли кровавых тиранов и тайных убийц зато он был отличным доверенным слугой или призраком старого короля мне нужен реквизит у меня просьба я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита бутафорский меч зачем он тебе еще не знаю но лютик утверждает что он ему нужен по зарез я так и знала что с этим как-то связан мастер людей смею надеяться вы не собираетесь со мной конкурировать хорошо благодарю постараюсь его не повредить будьте здоровы ну на самом деле мы тоже собираемся заниматься шоу-бизнесом так давайте отсюда выбираться давай прыгай так теперь сюда и вот сюда бежим опять бойцы тут всякие стоят так нет не сюда блин нет сюда что такое ну иди сюда ну вот и все а вы боялись давайте оберем их и пойдем отсюда вот смотрите вот только что прошли мимо людей ублюдкой они нас не цепанули а те какие-то больные были так стоп куда нам дальше то что ты не понял а ну мы почти пришли так только не совсем я понял куда нам так это чё портной цирюльник отлично ну здравствуй ну здравствуй ммм ммм так это и есть тот самый план ты серьезно ты серьезно это и есть твой гениальный план ну я никогда не говорил что он гениальный ну лучше хоть какой-то план чем никакого я уже написал твои реплики что ты написал ну чтобы ты знал что говорить во время действия вот и маска надень ее чтобы схоластик тебя случайно не узнал но нет времени объяснять где схоластик идет действуем по плану утром встретимся в шалфее круто стремная какая-то тетка без места что происходит спасите читать по бумажке дрожи драковица ты во власти принца воров не так быстро да брось мяч мерзавец это твой единственный последний шанс люфтик да это я хотя подонки этого города называют меня пурпурным какая жесть читать по бумажке нет только не пурпурный мститель молчи каналья или пожалеешь что родился на свет что это может быть так что делать то сразиться с пурпурным мстителем он попал в меня а а а а а а а а а этот весельник наверняка сейчас исчезнет он же не хочет попасть в руки стражников ты не хочешь какая жесть ну что нам надо теперь встретиться в розмарине давайте это просто просто жесть лютик вообще просто кошмар какой-то у меня слов нету ладно давайте бежать до розмарина так ну на чуть-чуть здесь еще пробежать осталось ну как чуть-чуть не чуть-чуть 150 метров еще ну можно сказать что и чуть-чуть стражники тут ходят всякие ну лютик ну клоун но у меня слов просто нет давайте дальше пробежим ну вот и розмарин давайте пообщаемся с лютиком привет золотон где где этот хрен так встретиться с лютиком в розмарине ну давайте тогда подождем до утра медитация утра нам же сказали что утром блин где лютик то не понимаю нам наверх что ли надо золтаном золтан да так почему никто не взял новиград ты уже долго сидишь в новиграде может ты мне скажешь почему не родовид ни варм эмрейс еще не заняли города замечательный вопрос сейчас все тебе объясню да уж давай мы послушаем а новиград это большой порт могучий флот и полная казна в сущности это лакомый кусочек и для Ридании и для Нильфгарда как я понимаю стены города высоки арсеналы полны оружия ты мало что понимаешь это правда что осада была бы долгой изматывающей но дело в том что все что есть ценного в новиграде может исчезнуть как сон по мановению руки большая четверка дала понять что если что начнется то флот может тут же загореться а штурм города вызовет беспорядки во время которых дело дойдет до грабежей в том числе церковного имущества в общем кто хочет получить богатство и флот новиграда тот должен договариваться с преступным миром хитро так а что ты знаешь о большой четверке что ты можешь рассказать о новиградском преступном мире новиградом заправляет большая четверка все герои вен король нищих тисак и ублюдок младший слушай меня как там называется такой триумират в котором четверо да хер его знает ну и в общем их четверо они поделили сферы влияния и ничего в городе без их согласия не делается ходят слухи что в последнее время ублюдок повздорил с остальными так ну а ты собственно что делаешь в этом городе уже теперь и в новиграде неспокойно что тебя здесь держит я хотел раскрутить собственное дело только ничего из этого не вышло залез в долги теперь вот приходится выплачивать хотел бы я все свалить на войну или на подлость людскую но во всем виновата исключительно моя собственная глупость ну да не хочу я это размусолить так ну насчет этих карт насчет карт они у тебя? еще нет так в чем дело? то ты по мне соскучился? не время языком чесать надо раздобыть карты так ладно отлично с Золтаном все понятно давайте Лютика попробуем найти где Лютик ты блин? мне он никогда ничего не дарил Лютик ты где? дала бы я тебе скидку за эти твои героические подвиги может быть он наверху? давайте попробуем подняться ибо я не знаю где он нет он внизу странно непонятно а если еще выше подняться? что тут вообще? тут всякое пивко бутылочки что то я не понимаю что нам делать то? давайте выше поднимемся посмотрим что там ух ты вау прикольно ну ладно давайте спускаться раз нету здесь Лютика может вниз он придет а вот он видимо пришел это какая то ошибка? вы пришли слишком рано договорились на сегодня вот мы и приехали материал привезли рабочая сила рвется в дело только вы госпожа начальница будьте так добры выбрать декор и мы начнем уже на конец но Лютику даже не из чего вам заплатить кажется уже есть из чего или скоро будет во всяком случае он над этим работает ну все путем решайте уже наконец в каком стиле желаете иметь интерьер? какой у нас выбор а а из чего он выбирает мастер Лютик говорил что думает между стилем будуара и театральными декорациями но к нашему приходу непременно решили мы уже здесь а решения как не было так и нет и госпожа еще в таком удивлении что должна что-то выбирать хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался для меня? так ведь не для меня же решайте уж наконец а то меня сейчас контракт и хватит не знаю что больше понравится Лютику Геральт ты знаешь его дольше? скажи что-нибудь ну кабарета тоже театр да пусть будут театральные декорации для кабарета больше подходит атмосфера будуара Лютика это делает для тебя тебе выбирать давайте кабарета тоже театр или вот это выберем пусть она сама выбирает давайте вот этот может мы знакомы дольше но ради меня он ни разу даже наскок не переодел не говоря уже о том чтобы устраивать ремонт на самом деле он делает все это для тебя значит тебе и решать хм будуар ассоциируется у меня с чем-то элегантным и женственным но в то же время с острыми коготками вот и ладенько наконец-то ребята кончай перекур за работу я вижу с этим кабаре все серьезно да уж как он получил это место он только и говорил о кабаре но я даже не думала что он перейдет от слов к делу тем более так быстро может теперь он даже остепенится в конце концов ему придется приглядывать за делами вот это было бы зрелищ да уж я согласен вопреки тому что о нем говорят у Лютика очень рациональный подход к жизни я тоже так думаю это правда он старательно придерживается принципа что чтобы хорошо жить нужно хорошо развлекаться не смешно я не шучу и в этом принципе нет ничего дурного Лютик просто умеет радоваться жизни молодец от Лютик он всегда платит вовремя всем кто здесь работает ни разу не завалил ни одного выступления хорошо бы чтобы вашей премьеры он тоже не завалил а то его все еще нет он говорил что раздобудет денег и забежит к Полли нашему хореографу а то она в прошлый раз не пришла на репетицию надеюсь он не вляпался в очередные неприятности с ним все возможно скажу его поищу надеюсь он не вляпался в поле так ну что давайте бежать дальше куда нас ведет наше приключение давайте-ка глянем по карте ага ну тут недалеко давайте пробежимся так отлично ну тут буквально чуть-чуть осталось пробежать странно утро но опять темно здесь кстати где-то кузнец схоже дождь собирается а вот и лютик смотрите что за критик Олли ссорится со своим женихом придурком в этом городе только она разбирается в хореографии а этот баран не позволяет ей на меня работать ну давайте пообщаемся а что ты тут собственно делаешь мы должны были встретиться в шалпке должны но тебя не было пристыла начала волноваться и я пошел узнать что с тобой она волновалась из-за меня это так мило для нее в отличие от тебя не слишком так что идем обратно ты не слышишь что там творится надо помочь Поле и почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами понятия не имею отойди я выбью дверь походи может не будем сразу разносить ее дом где-то здесь у нее был запасной ключ давайте поедем на ключик откуда ты про него знаешь я так чувствую он шастал сюда и у нее запасной ключ ну мы ведь не вчера начали вместе работать еще до того как Поле сошлась с кофе ты частенько ее навещал я торчал здесь когда Пресцилла репетировала с Поле в шалке и розмарине девушки работали над танцевальными номерами а я сочинял музыку то есть Поле это не одна из твоих я не смешиваю личную жизнь ну как профессионально Пресцилла как ты мне только что совсем волнуется так что хватит болтать и давай искать ключ так давайте найдем ключ ладно давай искать так ну давайте поищем где там за ковриком обычно прилечет так вот паста бутылка тут его нет под ковриком где еще то в горшке вот он ключ на лютик ключ а надо открыть дверь давайте пообщаемся сменит он и оставь эту женщину в покое это моя невеста ну не твоя собственность я люблю тебя и не позволю чтобы ты сверкала задницы в этом его борделе минуточку минуточку вижу тут произошло ужасное недоразумение я вам сейчас мигом все объясню засуйся в жопу свои объяснения понял убирайте отсюда или я тебе рожу расквашу так дай лютик все объяснить мой друг вежливо просит так что сделай мне одолжение и выслушай его или мы поговорим по другому ну ладно говори хуби верно поля много о тебе рассказывала она говорила что ты эрудит что ты всегда открыт к новым идеям ты так говорила ну правда я человек открытый но моя открытость заканчивается там где моя невеста начинает вилять попой по борделям убирайтесь отсюда оба воля никуда с вами не пойдет так лютик не договорил дай ему закончить речь вообще не про бордель видишь ли приятель Геральт верно говорит то что лежит на столе это старый старый? очень еще с тех времен когда владельцем заведения был другой человек я бы никогда не допустил чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства мне репутация не позволяет так что ты вообще тогда за дело? твоя невеста классная артистка и я хочу чтобы она занималась делом достойным ее таланта она будет хореографом а это означает процент от каждого представления которой я стану значит деньги и слава и никакого виляния попой вот тебе мое слово ну раз так давай давай соглашайся значит решено до встречи в шалфее поле ну что ж отлично так а нам что дальше делать? я побежала? я тебя догоню фух я думал что будет хуже ты неплохо справился неплохо ты все устроил когда ты назвал его эрудитом он окончательно обалдел самое важное в переговорах быстро найти чувствительное место оппонента и нужным образом на него надавить это да возвращаемся мне нужно еще заскочить к Латраку я давно заказал ему новые плакаты а у Хуби все равно была старая версия сейчас кому-то придется долго объясняться так кто такой Латрак и в чем дело с плакатами кто такой Латрак? а ты о нем не слышал? Генрих Латрак известный художник-портретист ты заказал рекламные плакаты у портретиста? это мой старый знакомый ему как раз были нужны деньги я решил что для нашего первого представления плакаты не помешают зрительный зал сам собой не наполнится ну окей я зайду за плакатами а ты возвращайся так я схожу к художнику а ты возвращайся в шалфей кто присыл на мылит мне шею правда? сходишь? правда схожу я передумаю говори где он живет в портовом квартале я скоро вернусь так ну все лютик смотался а мы идем за плакатами слушайте кабаре это вообще конечно что-то жесткое так ну единственное мне кажется что вместо бадуара нам нужно было именно делать театральную сцену мне кажется что это для лютика было бы более важным нежели именно такой бадуарчик ну да ладно как сделали так и сделали так семьдесят метров нам еще бежать давайте пробежимся где-то опа ну-ка давайте-ка пообщаемся что у вас случилось пацаны рассказывайте ведьмак? о! ты верно пришел по объявлению? ммм не совсем а в чем дело не вполне в чем дело я правильно раз слышал что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции не какой-то азамари знаешь когда меня в 1242 призвали в пехоту я обещал моей любимой Летти что вернусь живым а к тому же привезу ей жемчужину со скеллиги да никакую попало а черную самую ценную и редкую да у тебя и фантазия ну да только словами все и кончилось с войны я вернулся и с одной и с остальных а вот обещание не сдержал ну а теперь то я все извиню ведь если не сейчас то когда только постарел я за это время да ты и сам видишь один я не справлюсь мне нужно надежное плечо чтобы до него опереться а лучше ведьмака спутника не придумаешь ну так как? ну что ж я тебе помогу затея безумная но надо признать есть мне какое-то очарование если у тебя есть чем заплатить то я помогу о золоте не беспокойся я его порядочно с разных войн напривозил встретимся на скеллиге у развалин моста под аренбьерном оттуда всего пару шагов до лагуны где черные жемчужины родятся договорились? да так и сделаем до встречи вот так вот еще какое-то новое задание мацепанули отлично обожаю новые задания давайте двигаться дальше а вот мы собственно говоря уже и прибежали где-то здесь должен быть вход в мастерскую что за бандос? и не один привет пацаны, че надо? не ты один этот сучи низушек в долгах у половины города а я как раз собираюсь получить свое на всех тут не хватит так что убирайся отсюда кто успел, тот и съел я пришел за плакатами набери что хочешь я пришел только за плакатами ты не слышал что я сказал? здесь все теперь мое вали отсюда чудила я думал мы разберемся спокойно да я тоже так думал как пожалеешь ворота не стой так блин почему с двоими тут? че за фигня? давай наверх нельзя сделать в бою черт, че делать? и колдовать мы еще не можем и стрелять мы не можем блин, че за хрень? иди сюда ну давайте и этому наваляем вот так вот че чего тебе нужно-то? я же сказал плакаты нет тут никаких плакатов аллатрик? где он? небось там же где и всегда спускает последние деньги на скачках у вигельбудов ну видишь а мог бы сказать все сразу так так ну что ж теперь значит нам нужно квигельбу дом идти я так понимаю да? давайте посмотрим куда нас ведет квест да конечно туда и ведет надо значит нам вот сейчас вот сюда пробежать и прыгнуть сюда все как всегда непросто ну давайте побежим че делать то? так где-то здесь должен быть столбик для телепортации а вот и он давайте прыгнем оп так вот он столбик полетели так да уж приключения как говорится не все так просто но если бы лютик сюда пошел то мы бы вообще бы не дождались никогда так побежали на скачке я так чувствую что сейчас мы будем в скачках участвовать то есть это такое многоборий получается то есть и подраться так ну вниз надо спуститься давайте спускаться и подраться и на лошади поскакать что долг вырос уже до небес но ребята из-за этого не оздоровались скоро у меня не останется друг и латрек генрих латрек художник банкрот и жертва искусства к твоим услугам и не прислал лютик а да скажи ему что его плакаты сейчас в безопасности в тайнике но сходить за ними я не могу мой дом захватили бешеные кредиторы из одного из них я даже встретил ну вот видишь а вдобавок граф диловертен дал мне шансы отыграться и хочет со мной поспорить на все мои долги так кто такой граф и у каждого хватит денег на такой благородный жест а у диловертен это хватит это младший сын герцога сальма а его семья торгует драгоценными каменьями одним долгом больше одним меньше для него разницы нет так что же ты огорчаешься у тебя есть шанс одной ставкой расплатиться за всеми долгами последнее время у меня черная полоса если я соглашусь на предложение диловертена и проиграю то до конца жизни буду к нему привязан так ну что я выиграю для тебя скачки чё делать то сделаем так я буду участвовать в скачках ты на меня поставишь отыграешься выплатишь долги и отдашь мне плакат ты что такой хороший наездник не худший иди скажи графу что принимаешь его предложение отлично давай жми понеслась так сюда надо было сохраниться наверное ну да ладно не сохранились так не сохранились и друг нет 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 давай жми жми платва давай 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 так отлично давай пошла 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 крошка давай 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 ну вот и все Спасибо. Я не ожидал. Могу я спросить, откуда такая щедрость? Ну, скажем, время от времени я люблю делать что-то хорошее. Ну так что, теперь можем идти за плакатом? Я принесу в шалфей розмарин, как только все утрясу. Договорились. До встречи. Так, отлично. Мы теперь должны вернуться к Лютику. Где-то здесь должен быть столбец для телепортации. Давайте посмотрим. Кстати, нам что-то еще дали прикольное. Вот он, столбец. В принципе, можно вот сюда к полям пшеницы проехать. Но нам еще дали какое-то прикольное седло. Или что? Давайте посмотрим. Так, мастерское седло 35 энергии, а сейчас у нас 70 энергии. Ну, это как-то... Не, ну, конечно, прикольное, симпатичное, но мне кажется, что... Слушайте, что это за фигня такая у нас в качестве меча? Бутафорское оружие. Давайте-ка нормальное оденем. Вот так вот. Так, ну что, давайте, да, двинемся к столбцу. 25 опыта. Ага, вот здесь у нас должен быть столбец. Нет, не здесь. Странно. А где? А вот здесь вот. Отлично. Вот и он. Давайте портироваться. И пойдем с вами к лютику. А лютик у нас вот здесь находится. В кабаре. Ох уж, этот лютик, сколько мы уже на него времени потратили. Просто чума какая-то. Просто у меня слов нету. Так, ну что, давайте пробежимся. Привет, стражники. Так, и... Попадем сейчас в кабаре. Так, привет, пацаны и девки. И... Давайте пообщаемся. Как дела, Дуду? Ну, как? Кое-как. Бывало в жизни получше, но жаловаться не приходится. По крайней мере, я до сих пор не на костре. Так, каково тебе быть Менге? Я отлично вжился в образ Менге. Даже не напоминай мне об этом. Отвратительно. Менге был не таким уж гнусным. Ты не понимаешь. Доблер принимает не только внешний вид объекта, который воплощается. Я узнал, что у этой скотины было в голове. Через час мне уже хотелось пиловать пальцы какой-нибудь чародельки. Через два я поймал себя на мысли, как тут посадить кого-нибудь на кол. А потом я начал бояться заговора Доблеров. Это жуть какая-то. Так, ты не хочешь отсюда уехать? Ты не думал о том, чтобы уехать из Новиграда? Из огня до полами. Здесь хоть войны нет. До голода тоже еще далеко. Хотя живется все тяжелее. Дверь не обязательно изображать человека. Я столько воплощений перепробовал. И все равно в людском теле интереснее всего. Это швы, господа этого мира. Что стало с твоим имуществом? Расскажи, как вышло, что процветающий купец Бивервельт стал бедняком? Я могу рассказывать об этом долго или коротко. Лучше покороче. Война. Я думал, купцы на войнах богатеют. Мой большой недостаток честность. Я не богател на чужой беде. Платил налоги. Не обманывал. А потом один корабль с моими товарами пошел ко дну. Я кое-как съел концы с концами. Тогда пираты со Скеллиги напали на второй. Но тут и я пошел ко дну. А когда пришла инфляция, процентные ставки поднялись. А я уже нет. Печально. Пока. Так, ну нам надо с Лютиком пообщаться. Лютик. Ну вот, вижу, бригада без дела не сидела. Вышло и правда неплохо. Ну, получилось... Хотя я думал о чем-то более... Ну, понимаете, в театральном стиле. Тебе не нравится? Я думала, бодуар придется тебе попросить. А так это ты выбирал? Я вовсе не говорю, что так плохо. Просто я все иначе себе представлял. Это больше не шалфей и розмарин? Ты не говорил, что хочешь сменить название? Шалфей и розмарин совсем неплохо, но это напоминало ресторацию с темерской кухней и с официантками в народных костюмах. Хамелеон больше подходит к оборуду. Ну, и явно намекает на то, что характер самого места изменился. Абсолютно согласен. И звучит как лучше. Круче, да. Что с хореографией? Что с хореографией? Вы приготовили что-то особенное к открытию? Скорее не мы, Оль. А она просто сокровище. Прибежала сразу, построила девушку. После премьеры публика на коленях будет видать на восторге. Я уверен. Так, когда открытие? Ну, кажется, все готово. Когда открытие? Скоро. Через час генеральные репетиции. Я только заскочу домой за платье. Спасибо за все. А, мелочи. Кажется, моя мечта Кабаре вот-вот исполнится. Может, отметим? Я угощаю? С удовольствием. Почему нет? Вот это я понимаю. Отлично. Мастер говорил, что ты разговаривал с Пуццилой. Разговаривал. Она говорила что-нибудь обо мне? Хвалила твою рациональность. После разговора с ней я сделал вывод, что она не вполне нормальная. Что? Что ты ответственный и твердо стоишь на земле. Ты меня разговаривал. Ну, это она правда так сказала? Мне интересно одно. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Ее так раззадорило это наше представление, что мне четыре часа пришлось читать ей плачешь пан. То есть вы не... Да ты с ума что ли сошел? За кого ты меня принимаешь? Ну, отлично. Что случилось? Вот это поворот. Кто же мог на нее напасть? О, бог мой. Ну, я не знаю. Внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Кислотой? Какой-то кислотой. Какая жуть. Так, то есть это было не ограбление? То есть это было не ограбление? Нет. Скорее, это дело рук безумца. Причем не первое. Маньяк? Уверенность. Я уже видел подобные раны. Они весьма примечательны. Собственно, даже на этой неделе мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями и вырванным сердцем. Вырванным? То есть пресцилла тоже могла... Этим кто-то занимается? Это Новиград. Здесь на кострах горят только невиновные. Геральт, я знаю, что у меня перед тобой сто неоплаченных долгов, что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год, но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придется меня уговаривать. Пойдем подумаем, что делать дальше, потому что... Я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы, о котором я упоминал. Скрытий еще не было, но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след. Чему вы удивляетесь, господа? Как врач, я знаю, насколько важна профилактика. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочел его удалить. Как опухоль. Ты ввязываешься в опасное дело? Тем только что опухоль, как ты верно ее назвал, не будет спокойно ждать, пока ее удалят. Спасибо за помощь. А ты, должно быть, не знаешь, во что ввязываешься. Прекрасно знаю. И уверяю, что смогу за себя постоять. Легко такое говорить, особенно если всю жизнь держишь в руке скальпель, а не меч. Взгляните на этот шрам. Знаете, что оставляет такие следы? Вестень или Моргенштаб. Думаете, меня ударили за операционным столом? Нет? Повторюсь, я знаю, что делаю. И хочу помочь. Меня пустят в мертвецкую? Думаешь, меня пустят в мертвецкую? Через главный вход? Разумеется, нет. Но туда можно пройти каналами. И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивно, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Так, ну что ж, идем. Да, готов и заинтригован. Я достану его лютик. Будет это хоть самый рар Хемельфарт. Спасибо. Да, поворот, конечно, очень интересный. Итак, мы спускаемся в канализацию. Так, ну что ж. Я думаю, что мы этот квест будем делать с вами чуть позже, в следующий раз. Да, с него мы с вами и начнем. Давайте найдем сейчас, где он у нас находится. Вот, уже даже три пункта мы по нему сделали. На этом с вами сейчас мы попрощаемся. Приходите в следующий раз. Продолжим проходить квест Смертной грехи. Пока-пока. Нас ждет много всего интересного.